МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии телеканала Север Ольга Руссул в эфире программа Законодатели. Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно в эфире мы рассказываем о работе депутатского корпуса собрания депутатов Ненинского автономного округа. Передадут ли полномочия по государственной регистрации браков органам местного самоуправления? Депутаты окружного собрания побывали в 6-й ленивоческой бригаде СПК ХАРТ. Председатель собрания депутатов Ненинского автономного округа встретился с жителями поселка Ума. В собрании депутатов Ненинского автономного округа состоялось заседание постоянной парламентской комиссии по социальной политике. Единственным поставщиком лекарств для жителей сельских поселений являются структурные подразделения Ненецкой формации. По информации профильного департамента, в настоящее время Ненецкая формация преодолевает финансовые трудности. За последующий год для стабилизации финансового состояния учреждения были предприняты меры, среди которых погашение задолженности перед основными поставщиками услуг, закупка нового товара для розничной реализации населению, увеличение ассортимента товаров в три раза за последние полгода. По информации департамента, в настоящее время Ненецкая формация выходит из финансовых трудностей. За прошедший год для стабилизации финансового состояния учреждения были предприняты меры, среди которых погашение задолженности перед основным поставщиком услуг, закупка нового товара для розничной реализации населению, увеличение ассортимента товара в три раза за последние полгода, Ненецкая формация является поставщиком лекарств для льготной категории граждан в нашем округе. Особое внимание депутаты уделили вопросу лекарственного обеспечения в сельских населенных пунктах Ненецкого округа. Как заверили представители Ненецкой формации, сельские поселения обеспечены лекарствами полностью. В настоящее время проводится работа по автоматизации аптечной сети в селах. Система уже установлена в Красном и Тельвецке, а в ближайшее время в Нижней Пёше и Нисси. В остальных селах автоматизированная система будет установлена до конца марта. Особое внимание депутаты уделили вопросу лекарственного обеспечения в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа. Если сегодня жители города имеют возможность приобретать необходимые лекарства не только в Ненецкой формации, но и в других аптеках, то для жителей сел этот вопрос более сложный. Мы знаем нашу растянутость, местонахождение сел и деревень, отдаленность их, поэтому решать эти вопросы будет, конечно, Ненецкая формация. Руководитель формации обозначил проблемы организации, высокая стоимость доставки груза и сокращение сроков ожидания лекарственных препаратов в отдаленных населенных пунктах региона. Депутаты повторно предложили проработать вопрос о возможности субсидирования из окружного бюджета расходов по доставке лекарств в селах. Сегодня мы повторно предложили проработать этот вопрос, вопрос субсидирования из окружного бюджета расходов по доставке лекарственных препаратов в селах. Ненецкая формация является поставщиком лекарств в льготной категории граждан в нашем округе, осваивает новые направления деятельности, также осуществляет развитие розничной продажи, автоматизирует аптеки, развивает онлайн-продажи и планирует открытие новых аптек. Впервые на февральской сессии собрания депутатов Ненецкого автономного округа руководитель управления Министерства юстиции по Архангельской области Ненецкому автономному округу представил доклад о правовом регулировании нормотворческой деятельности органов государственной власти региона. Министерство юстиции Российской Федерации занимается нормативно-правовым регулированием действующего законодательства на соответствие региональных законов федеральным. Территориальный орган Министерства осуществляет свои полномочия в этой сфере в Архангельской области Ненецком автономном округе. В целом можно говорить о том, что тенденция роста качества принимаемых нормативно-правовых актов действительно имеется. Другая картина наблюдается в отношении нормативной деятельности Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа. Здесь несколько иная ситуация, которая не может нас не беспокоить. Департаментом принимается большое количество актов в форме административных регламентов, поскольку указанным департаментом оказывается достаточно большое количество социальных услуг. Сегодня у нас только на экспертизе таких актов, принимаемых в департаменте, находится порядка более 80. И, скорее всего, все 80 актов будут признаны несоответствующими федеральным законодательством. Почему происходит так? Потому что вносятся точечные изменения и при этом не анализируется нормативный правоакт в целом. На наш взгляд, это в корне неверно. Когда вы вносите изменения, все-таки, тем более касаемо административного регламента, конечно же, нужно его анализировать целиком. Что такое административный регламент? Административный регламент – это определенный порядок действий. Это определенные права и обязанности как должностных лиц, которые оказывают услугу. Это также права и обязанности граждан. Не может быть такого, что в постановлении администрации, допустим, приведен перечень документов, которые гражданин должен подать для получения услуги один, а в административном регламенте он совершенно другой. Здесь дезориентируются как граждане, так и должностные лица, которые предоставляют услугу. На ситуацию, сложившуюся в департаменте, обратила внимание председатель постоянной комиссии, собрания депутатов по экономической политике и бюджету. Можно как-то взаимодействовать непосредственно с департаментами, чтобы были приведены в соответствии с федеральным в свое время. Потому что это в первую очередь заплода от наших жителей. Минюст осуществляет свои полномочия в организации местного самоуправления. Разграничение полномочий между органами власти, государственными субъектов федерации местного самоуправления. Осуществляет государственную регистрацию уставов муниципальных образований. Все мы с вами знаем, что устав муниципального образования – это документ, самый важный документ для муниципального образования. Но он, и как все остальные акты, подвержен изменениям. Постоянная модернизация законодательства как Российской Федерации, так и окружного заставляет нас носить изменения и уставы муниципальных образований. Мы являемся органом, который осуществляет государственную регистрацию таких уставов. И вот, в 2020 году рассмотрено 26 пакетов документов о государственной регистрации. 23 успешно прошли регистрацию, 3 пакета были возвращены по заявлениям глав муниципальных образований. Отказов в государственной регистрации в 2020 году не было. В рамках реализации заключенных соглашений в сфере юстиции Ассоциации Совет муниципальных образований округа и собранием депутатов округа и в целях обеспечения взаимодействия с заинтересованными структурами в указанной сфере деятельности управления в отчетном периоде были подготовлены обзоры изменений федерального и регионального законодательства, которые влекут необходимость несения изменений в уставы, которые были направлены и в Совет муниципальных образований, и непосредственно в сами муниципальные образования. К сожалению, в отношении ряда муниципальных образований приходилось реагировать, поскольку своевременно они не приводились в соответствие. В прокуратуру округа направлена соответствующая информация для применения мер прокурорского реагирования в отношении отдельных уставов. И на сегодняшний день в двух из трех уставах муниципальных образований, которые в течение длительного времени не приводились в соответствие законодательства, внесены необходимые изменения. У меня к вам три вопроса. Первый вопрос это касается уставов муниципальных образований. Вы сказали, что у двух муниципалитетов выявлено несоответствие федеральному и региональному законодательству. Значит вопрос являются ли они участниками ассоциации муниципальных образований. Второе, можно ли утверждать, что в нормативно-правовых актах муниципалитетов, которые входят в состав ассоциации муниципальных образований, выявляется меньше нарушений, несоответствий федеральному и региональному законодательству. И третий вопрос. Мы все знаем прекрасно о проблеме в части заключения браков на территории сельских населенных пунктов. Эти пары вынуждены вылетать в столицу, в Наринмарш, чтобы заключить брак, сделать запись непосредственно. Ранее данные мероприятия проводились в муниципалитетах непосредственно. То есть главы этим занимались. И как вы считаете, возможно ли сегодня делегировать эти полномочия от органов государственной власти органам местного самоуправления? Что касается муниципальных образований и тех уставов, которые не приводят в соответствие, мы анализируем уставы, поступающие и видим, которые при поддержке подготовки Совета Ассоциаций муниципальных образований и тех муниципальных образований, которые готовятся самостоятельно. Разница налицо, честно говоря. То, что готовится совместно с ассоциацией, не может не вызывать восхищения. Потому что и мы плотно работаем с ассоциацией, и нам удобно потом при последующей государственной регистрации, и даже, можно сказать, в кратчайшие сроки уже регистрировать такие уставы. То, что касается, конечно, уставов, которые уже не рамок Совета Ассоциаций, да, здесь ситуация похожа, это честно. То, что касается реализации полномочий по регистрации на территории муниципалитетов, ну, давайте, это, наверное, надо, прежде всего, вам самостоятельно подумать, можете ли вы эти полномочия, они могут быть переданы на места, но это надо решить. То есть, действительно, есть ли необходимость в том, что часть полномочий вы готовы передать. Столько ли совершается регистрационных действий, которые требуют от передачи этих полномочий. Есть аналитика от глав муниципальных образований, что количество заключаемых браков, оно сократилось резко. Действительно, есть люди, которые хотели бы заключить, но ввиду того, что необходимо лететь на Ринмар, а порой это два человека, предположим, там, шойный, снеси, спеши, это очень большие финансовые затраты. Ну, и плюс, это, конечно же, как бы, так скажем, сам ритуал, да, торжества, он, как бы, вот, пропадает из-за этого. Автопарки окружных учреждений здравоохранения и образования пополнились новыми транспортными средствами. Губернатор округа Юрий Бездудный передал ключи от трех автомобилей и двух автобусов окружным учреждениям здравоохранения и образования. Деньги на покупку транспорта выделило правительство России. Важность обеспечения медицины и образования новым транспортом отметил и спикер регионального парламента Александр Лутовинов. К нам поступила техника. Мы в округе должны заниматься людьми. И вот сегодня автобусы позволят нам более качественно организовывать учебный процесс для наших детей, выезжать на спортивные соревнования, на культурные мероприятия. Если мы говорим о здравоохранении, то это наши люди. И очень хорошо, что сегодня мы реализуем в Нейском автономном округе национальные проекты, в том числе образование, здравоохранение. И делаем это вместе с федеральным центром. Один из 29 местных автобусов 2020 года выпуска теперь появится в школе номер 3 города Нарьенмара. В новой школе есть большой гараж на три бокса, и сейчас он не будет пустовать. У нас новая школа, у нас не было автобуса. Конечно, это удобно, когда у школы свой собственный автобус. Планируем возить детей на различные мероприятия, на экзамены. Новый автобус также получили учащиеся школы-поселка Искатели. Все кресла 29-местного школьного автобуса оснащены ремнями безопасности. Этот чем хорош, что мы можем целый класс посадить, отвезти на какое-то мероприятие, все дети влезут, очень мы довольны. Очень неожиданно для нас, прямо сюрприз в этом году. Нашим губернатором объявлен в Ненецком автономном округе этот год годом добрых дел. Мы вот символично, что открываем практически начало года, и вот такими делами, когда у нас поступили из федерального центра два детских автобуса, машины для нашей окружной больницы, поликлиники Заполярного района. Это программа поддержки первичного здравоохранения в целом по Российской Федерации. Это программа нашим школьным образованием. Конечно, желательно и хорошо. Я думаю, что мы будем стремиться к тому, что в каждой школе у нас в Ненецком автономном округе были вот такие замечательные автобусы. Причем это арктический вариант. Утепленные стекла, утепленные двери, утепленные люки, пристегнут ремни безопасности, все это есть. В лечебное учреждение передали автомобили УАЗ «Патриот», которые будут использованы для доставки участковых врачей на вызовы пациентов. Две машины получила Ненецкая окружная больница. Одну – центральная районная поликлиника Заполярного района. Техника наша, она на уже определенной грани эксплуатации. Поэтому и сегодняшнее событие для нас очень важное и нужное, потому что, конечно, передвижение врачей по поселку, своевременное оказание медицинской помощи, когда есть проходимая техника, когда есть возможность быстро доехать на вызов, это для нас большая помощь. Губернатор округа Юрий Бездудный и спикеры регионального парламента Александр Лутовинов посетили ОМУ. Также участие в рабочей поездке приняли депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Коткин, представителя профильных ведомств и администрации Заполярного района прокуратура Ненецкого автономного округа. Ровные улочки, яркие и ухоженные дома. Это село Ома, столица Омского сельского совета. В 19 веке здесь находилась зимняя станция Мизенского тракта, ну а сегодня это одно из крупных сел на западе Ненецкого округа. Здесь проживает порядка тысячи человек. Половина из них представители коренных малочисленных народов севера. Слава Бубриков старательно выводит на листе бумаги силуэт тигра. Пятиклассник в столицу Омского сельского совета приехал из соседней деревушки Снопы. Там есть только начальная школа, поэтому учиться детей отправляют в центральное село. Живет Слава в пришкольном интернате. В комнате шесть человек, ну один ушел уже. Комната так, нормальная, обустроенная, тепло. Ну, короче, нормально там все. Омская средняя школа считается одним из самых сильных учебных учреждений Заполярного района. Здесь учатся 119 детей, причем за занятиями сюда приезжают даже из других крупных сел. Например, из Нежной Пеши. У нас дети очень хорошие. Мы всегда об этом говорим. Они очень послушные, очень хорошие, дисциплинированные. У меня вот пятиклассники, седьмой класс и одиннадцатый класс. В одиннадцатом классе пять человек выпускаются в этом году всего лишь. В десятом классе шесть человек. То есть у нас старшая школа небольшая, а вот средняя звено и начальная школа у нас большие. Знания дети получают в современном теплом здании. Здесь есть актовые залы, спортивные залы, столовая. Кабинеты оборудованы современным учебным инвентарем. В этом убедились представители власти, посетив Омскую школу в рамках рабочей поездки в село. Не будем нарушать учебный процесс, просто забельнули посмотреть. Можно присаживаться, пожалуйста. Это кабинет химии у нас здесь. Учитель Николай Константинович с большим стажем работает, давно работает. Хорошо готовит детей, мы сдаем ЕГЭ успешно, поступаем. Следом делегация направилась в детский сад. Дошкольные учреждения на сегодняшний день посещают 38 детей. Еще 12 малышей до полутора лет состоят в очереди. Здание сада хоть и не новое, но здесь буквально несколько месяцев назад завершился капитальный ремонт. Мы его ждали 9 лет. И в 2019 году, 1 сентября у нас начался ремонт. И вот закончился уже в августе 2020 года. Ну что, мы заменили стойки, мы утеплили стены, мы заменили пол. Также делегация посетила магазин потребкооперации. Представители региональной администрации совместно с прокурором округа проверили цены на продукты. Некоторые товары оказались даже дешевле, чем на Ринмаре. Встречу с жителями ОМА провели в Доме культуры. Во время встречи сельчане поинтересовались, когда в ОМА появится централизованное отопление. Будут субсидироваться авиабилеты из ОМА в Архангельск и обратно. Работники школы посетовали на нехватку жилья для приезжих специалистов. Жители села также обратили внимание на низкое качество интернета и обрушение берегов. Отдельно стоит отметить, что в ходе рабочего выезда в Омскую амбулаторию были доставлены тесты на ковид, медикаменты и 135 доз вакцин от коронавирусной инфекции. Оленеводы 6-й бригады СПК Ерфьем дают в 80 километрах от окружной столицы. Каждые три дня меняя зимние пастбище. Малоснежная зима доставляет немало проблем оленям стадам и кочевникам. В оленеводческой бригаде побывали депутат Государственной Думы Ярослав Нилов и депутаты окружного собрания Матвей Чупров и Андрей Смыченков. Продолжительность сроки и расстояния зимних переходов оленевого стада зависит от обилия снега и степени истощения мест выпаса. Копыта оленей округленные, широкие и по форме прекрасно приспособлены для откапывания ягеля из-под сугробов, а также для передвижения в условиях глубокого и рыхлого снега по твердому настой льду. Оленеводы 6-й бригады СПК ЕРФ меняют зимние пастбища раз в три дня. Раз в три дня они ставят заново, а потом разбирают свой чум. Зима в этом году выдалась суровой, сильные морозы сменили метели. Это не мешает оленеводам передвигаться на несколько десятков километров по тундре в день. В начале февраля к оленеводам приехали гости, депутаты Государственной Думы Российской Федерации. Ярослав Нилов, окружные депутаты Андрей Смыченков и Матвей Чупров. В тундре не в первый раз проблемы знают. Самое основное, что сегодня надо решать вопрос с изменением правил рыболовства и правил охоты. И пока ты сам не ощутишь, насколько тяжелый труд оленеводов, пока ты не поймешь, какие здесь природоклиматические условия, пока ты на себе не почувствуешь всю ту нагрузку, даже доехать от города на Ринмар на снегоходах, на современных средствах транспортных, 20 раз упав в снег, в сугроб, вытаскивая товарищей, ты не поймешь, насколько все это тяжело. Тундровая жизнь действительно тяжелая. Вдвойне обидно, когда ее усложняют неправильные решения, принятые в теплых кабинетах. Когда чиновники в теплых массовских кабинетах меняют правила охоты, правила рыболовства, они должны учитывать специфику региона. Слава Богу, что нам удалось достучаться до Росрыболовства и в Госдуме поднять вопросы. Хорошо, удачно встретился губернатор. Мы услышали слова поддержки со стороны руководителя Росрыболовства, который сказал, что, во-первых, он сюда делегирует своего заместителя, который приедет на месте, пообщается, посмотрит и поддержит те изменения, которые были подготовлены депутатами ненецкого парламента, для того, чтобы не делали искусственных звездей браконьеров. Здесь не развлекаются, вылавливая рыбу и охотятся не ради забавы. Депутаты окружного собрания прибыли в стойбище не с пустыми руками, привезли оленеводам продукты, пообщались по текущим проблемам. Дальше будем им помогать, заодно пообщаемся, узнаем вопросы и постараемся им помочь. Непосредственно уже, когда вернемся в Наринмарк. Те вопросы, которые будут озвучены, постараемся их решить. В соответствии с российским законодательством, коренные малочисленные народы Севера имеют льготы при выходе на пенсию по возрасту. Но, к сожалению, город Наринмар и поселок Искатели не попал в тот перечень населенных пунктов, который позволяет как раз пользоваться этой льготой. Поэтому мы все необходимые документы оформили, направили в правительство, и наша задача общими усилиями, представителями всех фракций, всех партий, и исполнительной власти, и законодательной власти добиваться того, чтобы защищать права наших граждан и обеспечивать возможность продолжать то, что десятилетиями, может быть, даже столетиями является традицией, как оленеводство. Тем временем у оленеводов 6-й бригады СПК ЕР все готово, чтобы отправиться на новое место. Чум и нехитрый домашний скарб собраны, ездовые олени запряжены. Аргиш отправляется в путь. Депутаты окружного собрания приняли участие в открытии выставки «Бессрока давности». Это уникальная фотовыставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории. Выставка – это часть одноименного проекта, инициированного главой государства Владимиром Путиным в год памяти и славы. Выставка «Бессрока давности» открылась на Ринмаре и еще в 62 регионах нашей страны. Уникальная экспозиция архивных документов, посвященных памяти мирного населения на оккупированных территориях, в годы Великой Отечественной войны нацелена на молодежную аудиторию. К ребятам, пришедшим на открытие выставки, обратился председатель окружного собрания. Сегодня очень выполнительное событие, и мы должны не просто помнить эту правду, а уметь ее защищать. А чтобы защищать, надо знать эту правду. Только тогда мы можем ее защитить перед тем, кто хочет ее оболгать. И поэтому я считаю, что эта выставка очень важная и нужная для всех нас. И мы, и наше растающее поколение, и наша молодежь, мы все должны уметь защищать правду от Великой Отечественной. Это наша просто обязанность, это у нас священный долг. Это не просто фраза. Это то самое сущностное, что должно объединять нас в борьбе за правду от Великой Отечественной войны. Главное, чтобы помнили, чтобы молодое поколение не забывало об ужасах фашизма. Во многих семьях эти истории передаются из поколения в поколение. То, как она была медиком, она всем помогала. То, что даже когда были гранаты, кидали, она все равно помогала. Она работала, она уже, получается, маленькая была, она уже работала. У нее, получается, папа ушел на фронт, она работала. Денег не было, получается, у них в семье. Наши прадеды, то есть наши родственники, все воевали, были задействованы в этой войне. И нет той семьи, которая не понесла потери в этой войне. И если мы не знаем историю, то мы не знаем будущего, то есть без прошлого. Надо всегда помнить прошлое. На выставке представлены архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план истребить и поработить население нашей страны. Истащить ее ресурсы. Проект был инициирован в 2018 году общероссийским общественным движением по увековечению памяти погибших защитников Отечества поискового движения России. И в ходе этого проекта, реализуемого по поручению президента России Владимира Владимировича Путина в год памяти и славы, были рассекречены и опубликованы архивные документы. Впервые в России была издана 23-томная серия сборников архивных документов. Проект реализуется по всей стране. Первоначально открытие этой выставки происходило в Международный день памяти жертв нацизма 13 сентября 2020 года. Она проходила в 22 регионах, именно там, где были оккупированные территории в годы Великой Отечественной войны. Мы же все другие регионы открываем ее 8 февраля 2021 года. И эта дата тоже не случайна. 75 лет назад, 8 февраля 1946 года, была произнесена вступительная речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко на Международном военном трибунале. В общей сложности в рамках проекта только на региональном уровне выявлено и систематизировано около 7 тысяч архивных документов. Свидетельств преступлений нацистов и их пособников на оккупированной территории РСФСР. Я человек послевоенного времени, то есть отношусь к категории дети войны. И поэтому, еще учаясь в школе, еще общаясь с теми, кто участвовал в войне, у нас было четкое представление, что действительно то, что произошло с 1941 по 1945 годы, это величайшая трагедия. В декабре 2020 года проект «Бессрока давности» признан лучшим научным проектом Года памяти и славой и удостоен национальной премии «Победа». Сжигали в печах, травили газом, расстреливали людей. Мне обычайно важно, очень важно молодежи знать, что фашизм – это очень плохо. И то, что сегодня на Западе уже забыли это, вот те ужасы, коричневые чумы, я считаю, что память в России должна оставаться навеки. Напомню, что выставка – это часть одноименного проекта, инициированного главой государства Владимиром Путиным. В год памяти и славы экспозиция будет работать до 24 февраля. Испокон веков люди стремились покорить небо, и сегодня мы уже не представляем нашу современную жизнь без авиации. Для нашего арктического региона, учитывая его огромные просторы и отсутствие круглогодичного наземного сообщения, воздушный транспорт играет первостепенную роль. В 2021 году гражданской авиации России исполнилось 98 лет. Именно столько лет прошло со дня первого полета воздушного судна с пассажирами на борту. В 2021 году в основе Санкт-Петербурга 9 февраля был организован совет по гражданской авиации. Первый маршрут, который был выполнен, первый полет – это Москва-Нижний Новгород, 420 километров. К этой исторической дате указом президента России в 2013 году был приурочен День гражданской авиации, который ежегодно отмечается в феврале. Поздравили с профессиональным праздником работников Нарьинмарского авиапредприятия, заместитель губернатора Ненецкого автономного округа Александр Блащинский и председатель собрания депутатов Александр Лутовинов. Авиация для нас – это все. Она больше, чем авиация в каком-то другом регионе нашей страны. И об этом мы говорим очень часто. И я не боюсь этого повторять. Почему? Потому что вся жизнедеятельность связана именно с вами, с вашей работой. Все, что связано с арктической авиацией – это опять же вы. И поэтому мы вместе должны приложить все усилия, чтобы вы работали стабильно, надежно, несмотря ни на что. Что касается властей, они тоже должны быть, как говорится, здесь совершенно, здесь мы работаем, должны максимально, максимально согласованы для того, чтобы вы работали и у нас ситуация была в этом плане стабильной. В ходе торжественного мероприятия в Нарьинмарском аэропорту спикер регионального парламента вручил награды окружного собрания за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, личный вклад в развитие гражданской авиации и активную общественную деятельность сотрудникам Нарьинмарского авиапредприятия. Награды собрания депутатов Ненецкого автономного округа были вручены Татьяне Уфимцевой, Людмиле Веселовой, Михаилу Степанову, Андрею Воробьеву, Владимиру Орлову, Николаю Шмарыгину и Надежде Политыка. На сегодня это вся информация за развитием событий. Следите в эфире телеканала «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова